И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, а мы продолжаем проходить Корсары Проклятия Дальних Марий. Первые самые Корсары, и пару дней я не играла, ну почти пару, полтора дня, если начнёте быть. Но, как ни странно, я только что вспомнила, что мы должны были сделать по сохранению, по нашему. И, кстати, я тут, дай, думаю, пересмотрю некоторые свои серии, ну то, чтобы просто освежить память, лишний раз поростальгировать. Господи, сколько хрени я вам наговорила по поводу всяких бейдвиндов, бакштагов и так далее. Я столько раз ошиблась, вы даже себе не представляете. Причём, самое интересное, что ошиблась, я как бы знала, о чём я говорю, но ошиблась я просто тупо из-за того, что я не привыкла адаптировать ту схему, которую я когда-то зазубрила, под вот эту вот активную миникарту. У меня просто мозг ломается, потому что она вертится, корабль мой вертится, и, в общем, исправляюсь. Сейчас вкратце просто объясню, потому что, мне так кажется, люди, которые более-менее в этом разбираются, меня уже 10 раз под видео подправили, когда я пыталась сумничать. Но там, короче, я ещё ничего этого не видела, естественно, потому что сейчас на канале, на момент, когда я записываю это видео, всего две серии открыты. Так что, ну, вы понимаете, я очень-очень впереди, когда вы будете смотреть эту серию, скорее всего, игра уже пройдена. Я даже практически уверена. В общем, суть в чём? Во-первых, у меня постоянно мозг ломался, то, что направление ветра, во-первых, учитывается. Если, когда мы идём по ветру, у нас правый галс, это, собственно, вот там, вот с той стороны, левый вот с той, то, когда мы вот так вот фигачим, у нас всё так же и остаётся. У нас вот это вот левый, а вот это вот правый. Ну, короче, Дезип-то пыталась, повторюсь, сумничать, и получилось всё как всегда. В общем, это Бакштаг. В общем-то, ну, вот именно вот та сторона, которая справа. Бакштаг правого галса, Бакштаг левого галса. Это, соответственно, Фордвинд. Ну, то есть вот прямо, вот это прямо, куда мы смотрим. Это Фордвинд. Если вот так вот фигачить, то, в общем-то, вот там вот, это будет Левентик, если мы развернёмся, соответственно. Ёпой, повернёмся по направлению к ветру. И, в общем, если вот так вот мы сделаем, то вот этот грёбаный Левентик, то есть мы идём против ветра, это Бэйдевинт правого галса, это Бэйдевинт левого галса. И они ещё разделяются на полный и крутой. Ну, полный, и это, соответственно, тихо-тихо, тот, который поближе к непосредственно стрелочке, грубо говоря, который обозначает ветер. А крутой, это который чуть-чуть подальше, ну, то есть где больше угол, градус там и так далее. Ну, и, соответственно, сейчас мы будем идти по переменными галсами, потому что, чёртов, Левентик не даёт нам плыть нормально. Ну, в общем, вот так вот. Всё, я исправилась. Если кто-то мне писал, ребят, честно, я всё это знала, но я не знаю. Я когда переслушала, у меня каждый раз какая-то новая информация и каждый раз неправильная какая-то местами. У меня такое бывает. Когда я пытаюсь объяснить что-то, у меня не всегда получается с первого раза, если я, например, путаюсь, вот если что-то касается, то, что я объясняю, чего-то подвижного и что меняет своё, скажем так, расположение, я начинаю ещё больше путаться, у меня мозг ломается, а если ещё эти ветра, направление ветров... Короче, сейчас я всё сказала правильно и это стопудово. Неважно. Меня просто так бомбило, когда я переслушивала, я думаю, господи, женщина, что ты несёшь? Ты же знаешь вообще всё это. Что ты несёшь? Ну, бывает, ладно. Неважно. Всё, теперь моя душенька спокойна и мы идём на землю. Потому что нам нужно найти Питера Орду, мотивы. Больно тихо тут чё-то. И, кстати, ребята, если вы мне писали, я, к сожалению, повторюсь, я ещё не видела ваших комментариев. Ну что, ну и к лучшему. Ну, нет, конечно, вы такие вещи интересные пишите. Меня, кстати, очень порадовало. Вот буквально пару дней... Ну как, пару дней позавчера выставила первую серию. И, в общем-то, просто шквал комментариев. Многие очень играли, как я вижу. Да, я знаю, что я сейчас это говорю в 16 серии, но тем не менее. Многие очень играли и у многих, как и с началом колды, прям вспыхнуло чувство ностальгии. Это очень здорово. Мне очень приятно, правда, видеть то, что очень многие играли. Кто-то пишет там, потому что вот там были квесты, которые мы не могли пройти, а мы их уже, кстати, прошли здесь, соответственно, и вы это знаете. Короче, очень сложно, знаете, говорить с вами о том, что вы пишете под первыми сериями, когда вы теоретически, ну как теоретически, практически уже, и посмотрели всё, что я несла в процессе этого прохождения вплоть до этой серии. И, в общем, это немножечко странно. Знаете, мозг немного ломается, опять же. Ну да ладно. Так, это мой первый помощник. Гидомарфорус. Добрый день, сеньор. Здрасте. Иногда я слышу собачий лай. Но я не вижу вокруг никаких собак. Может быть, я схожу с ума? Да не, не, я тоже слышал собачий лай. Хитрые бестии. Никогда они не показываются на глаз. Забудьте осторожны, сэр. Да, кстати, собачий лай реально есть, но собак нет. Галин Боросье. О, ещё один купец. О, месье, месье, подождите секундочку. Мне кажется, у меня есть что-то, что могло бы вас заинтересовать. В море всегда пригодится, да ещё и в наше опасное время. Это отличный кинжал. С ним можно драться с самым отчаянным матросом или просто перерезать верёвку из косно сделанной оружия со сложной гравировкой, украшенной маленькими рубинами. Интересно, безделушек сколько? Я продам его всего за три сотни золотых. Вы заинтересованы? Конечно. Почему нет? Вы об этом не пожалеете. Это выгодное предложение. Посмотрим. До свидания. В общем-то, да, можно всякие такие сподручные средства покупать вот у таких вот товарищей, которые, знаете, мельком так попадаются. В общем-то, вот кинжал. Это великолепный клинок, изготовленный, по вашей оценке, около сотни лет назад. Вдобавок к отличной испанской стали кинжал также богато украшен золотом и огранёнными рубинами. Похоже, что это оружие делали специально для дворянина. В общем-то, если я не ошибаюсь сейчас очень жёстко, этот кинжал будет использоваться нами, когда мы будем захватывать корабли, то есть при абордаже. Могу ошибаться? Просто что-то такое. Но я помню, что вот этот кинжал, он не просто так. Мы его купили. То ли мы его отдадим кому-то, то ли он именно для абордажа. Да ладно. Здрасте. Приветствую вас, капитан Николас. Бонжур. Рад видеть вас. Прибытие вашего судна это большое событие здесь на Телькерате. Если вам нужны какие-нибудь припасы, я почтю за честь заняться этим. Заняться этим. Дела могут подождать. Новости есть? Новости? Что-то ничего не приходит в голову. Но раз вы спросили, я буду обращать на них внимание. Может быть, когда-нибудь я смогу вам помочь. Хорошо. Мне интересует незнакомец, который недавно поселился на Телькерате. Дайте подумать. О, я что-то такое слышал. Корабль пришёл три дня назад. Капитан снял дом и поселился в нём. Один из его солдат сказал, что капитана зовут Питер Орду. Я видела его несколько раз, но он никогда ничего не покупал. Он выглядит очень мдачным, озабоченным. Я думаю, у этого человека какое-то горе. А вы можете его описать? На вид человек простой, носит странный жёлтый платок. Спасибо, я собираюсь найти его. До свидания. Мы никаких дяденек в жёлтых платках не видели, но всё меняется. А вот он, Питер Орду. Слушаю тебя, приятель. Снова вы? Кто вы, чёрт побери, такой? Слушайте, Орду, вам нет нужды прятаться от меня. Я знаю, кто вы, и вам незачем сражаться со мной. Вас послал Белтроп? Нет, я Николас Шарп. Слыхали обо мне? Да, вы не с Белтропом. Он хочет убить вас? Верно, вот почему я здесь. Я знаю, что вы были первым помощником Белтропа. Можете знать, почему он хочет убить меня? Я не знаю, это чистая правда. Однажды он пробормотал что-то насчёт старых долгов, но больше мне ничего неизвестно. Вы лжёте, вы что-то знаете. Вы говорили что-то неопределённое насчёт угрозы Брину. Что вы имели в виду? Почему я должен говорить это вам? Назовите мне хоть одну причину. Смотрите, моя жизнь в опасности, я пытаюсь что-нибудь с этим сделать. Я не собираюсь трусливым сбежать подобно вам, но мне нужна помощь. Послушайте, я не трус. Ночью половина команд бросила меня. Белтроп послала людей на мой корабль, чтобы взять меня живым или мёртвым. Нам едва удалось отбиться. И всего с 20 людьми на борту я поплыл предупредить Брина. Этого достаточно? Что ж, всё, что он... Всё, на что вас хватило, это сказать Брину, что он в опасности. Дайте ему шанс защитить себя. И кто знает, может весь остров. Видите ли, я знаю, что Белтроп планирует набег на Тейн-Дейлос. Знаю, но не могу доказать. Я думаю, что Белтроп получит какую-то помощь от англичан, но не знаю, от кого именно. Мне известно только, что Белтроп получил письмо с Хайерка, прежде чем приказал мне готовиться к набегу. Что ж, мне кажется, что если нам нужно доказательства у Белтропа, они есть, домой мне придётся нанести визит на Скалшорс. Если вы направляетесь к Белтропу, вам надо поторопиться, он не станет задерживаться надолго. И вот ещё что. Я хотела бы попросить вас об одолжении. Если вы поедете туда, найдите девушку по имени Алисия и заберите её у Белтропа. Это ещё что за чёрт? Кто такая Алисия? Это моя любимая. Мне пришлось оставить её. Белтроп не тронет её, пока считает, что я представляю собой угрозу. Но если со мной что-нибудь случится... Вот. Если вы найдёте её, передайте ей от меня весточку. Орду, у меня к вам предложение. Я верну вам вашу Алисию, но только в том случае, если вы за своим кораблём поможете Брину отразить набег Белтропа. Что ж, ладно, Шароп. Если вам удастся увезти Алисию со Скалшорс привезти её сюда, вот вам моё слово. Я и моя команда отправимся с вами, и если нам повезёт, устроим маленький сюрприз Белтропу. И Шарп, позаботьтесь об Алисии, вы слышите? Вот вам моё слово, Орду. Я привезу вам вашу женщину, а потом мы разделываемся с Белтропом. До встречи. Очень интересные вещи нам рассказывает товарищ Орду. Кто-то помогает Белтропу. Ну, то есть, по-моему, здесь всё очень и очень очевидно. Товарищ губернатор Схайрека снюхался с пиратами, потому что, помните, он, во-первых, изначально был агрессивно настроен против губернатора Тендейлза. И, в общем-то, мы помним, что он отдал приказ о найме людей, помните? Пять десятков. Пять десятков, господи. Ну да. Пятьдесят людей, в общем-то, выселились, точнее, сошли на берег, я не помню, правда, уже где. То ли на Тендейлзе, то ли где. В общем, суть... Да, по-моему, там... Суть в том, то, что товарищ губернатор Схайрека снюхался с Белтропом, видимо, ему что-то там наобещал, и, в общем-то, может быть, амнистию. Вряд ли. Хотя, кто знает, полное гонорирование, может быть, его действий, или что-то вроде того. И, в общем-то, таким вот образом, с помощью пиратов он хочет захватить Тендейлз, и, может быть, прийти к власти. Ну, здесь всё довольно очевидно. То есть, даже думать особо не стоит. Тут надо этим много. Суть в чём? Суть в том, что, на самом-то деле, у нас уже сейчас такие серьёзные сюжетные моменты пошли за Англию. Ну, мы, конечно, сейчас за Францию играем, но вы поняли мою мысль. И суть в чём? Суть в том, что... Как бы это возразиться? Я, скорее всего, прежде чем мы возьмёмся конкретно так плотно. Да-да-да. Ой, чёрт, надо было напасть. Ну, ладно. Плывём тупо куда-нибудь. Я хочу корабль, на самом деле, починить. Ну, давай-давай, ладно. Уговорил. Чёрт бы тебя подрал. Барка? Мне просто нужно починить корабли и продать один. Да, конечно, при таком ветре захватывать судно будет не очень удобно. Ой, не, ну нахрен это два года будет продолжаться. В общем, я к чему веду? Я к тому веду, что мы сейчас более-менее вот повыполняем вот эти нюансы, а потом будем скакать туда-сюда. Будем, конечно, тратить деньги, но на самом деле здесь деньги заработать не такая проблема. В общем-то, вы уже поняли. Да здравствуйте, приехали. Кто это? Варшип? Них... Сколько, сколько у тебя людей? 407! What the fuck вообще-то пришёл ко мне сюда. О, кстати, мы ещё не слышали эту музыку. Мы ещё с англичанами не дрались вроде, да? Так, чтобы прям... Варшип это, кстати, охренеть. Ой, тихо, не надо. Я хочу попробовать его захватить. Я не думаю, что у меня это получится, потому что у него дохрена людей, а у меня нихрена людей. Так, ребята, мы делаем вот так вот. Мы его ослабляем вообще всячески. Давайте. Эу! У-у-у! У меня уже людей не осталось. Не, я надо валить. Да давай. Не, варшип это, конечно, сильно для нас. Слишком сильно. Можно его, конечно... Слушайте, а может мы его тупо потопим, а, реально? Ну его нахрен. Опыт получим. Зарядить бомбами Душа людей-то у меня уже вообще ни о чем. То есть, какой уж тут захватывай. Нет, стоп, подожди. А, черт, ты же долго это делаешь у меня. В общем, я о чем говорила-то? Я говорила о том, что я хочу на самом деле, раз уж мы проходим эту игру для канала, и я давно в нее не играла, я постараюсь выполнить вообще все побочные квесты, на которые мы с вами наткнемся. То есть, и про ту же... Очень хорошо, я выстрелила. Че-то перестаралась, я забыла, что у меня мега-пушки. У-у-у, ни херена себе. Фушу, беги. Беги, ради бога. Не хочу потереть корабль. В общем, и про ту женщинку с кольцом, и вообще побочные какие-то... Потому что нам еще нужно, кстати, подзорную трубу на Эль Каймана получить. На Эль Каймана же, да? Нет, 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 я не согласна. Я пошла отсюда. Это изначально гибло идея была. В общем, я буду очень часто скакать туда-сюда, просто по нужде того или иного квеста. У нас попутчики Кэп. Корсарские патенты. Да, это, конечно, будет стоить денег, но... Я говорю, здесь, в принципе, один захватить корабль, да и вот тебе, пожалуйста, пять тысяч менять сколько угодно эти свои патенты. В общем, вы поняли мою мысль. Кто-то скажет то, что давай сперва там сделай, потом здесь сделай. Я, к сожалению, не помню просто, где какие квесты, где какие нейписи связаны с этими квестами. И в прошлом, естественно, когда я все это делала, перепроходила игру сто тысяч в пятьсот раз. Ясен пень... Так, ничего нового. Ясен пень, что я как бы более это аккуратно делала. То есть... Не меняла Корсарские патенты игрушки не раз, да? У меня все было более-менее сбалансировано. Но, ребят, у меня сейчас вообще пофиг, честно. Это во-первых. И во-вторых, просто я ничего не помню, я ничего не знаю. И чтобы не париться, не думать, а будет ли еще здесь квест... Я буду просто менять по нужде эти патенты. Выполнять квесты и двигаться дальше. То, что я хочу, как я уже сказала, выполнить как нужно больше. Потому что, простите, я так как-то не связанно говорю, но я отвлекаюсь мозгом вот на вот это все происходящее. Цена продажа какая-то грустная. С каких пор она такой стала? Что-то как-то нет. Слушай, подожди. Я не хочу тут продавать. Я лучше... Сплаваю в другое место. Так, что я хотела вообще? Не, подожди, 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 я помню, здесь вроде сахар неплохо покупают. Ну, давай. Могу ли я чем-нибудь... Или нет? Что-то тут должны неплохо покупать. Табака у меня нет, какая жаль. Не. Не, ну я не хочу... Не, 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 не. Ты не серьезно. Я не скажу, что прям... Вот во мне еврей, видимо, говорит. Потому что на самом-то деле... Можно было бы и продать, и не париться, потому что я в основном же... Послушайте, может, правда не заморачиваться, а? Что я в самом деле? Время только тратить, туда-сюда плавать. Я все равно получаю большую часть денег своих именно с продажи кораблей, а не с этой торговли. Мне сейчас первоочередное дело это скинуть просто тупо вот это вот все, чтобы освободить место. Все. Ну ладно, продам. Пофиг дым вообще. Я знаю, это невыгодно продавать здесь. Можно было продать там подороже. Но, как я уже сказала... Мне просто лень туда плыть, и... Надо выключать евреев такие моменты, потому что толку от этого нет. И денег у нас и так дохрена. Один корабль захватить какой-нибудь, вот тебе пожалуйста. А так мы ослабляем... О, кстати, надо купить же парусины. Все купить? Ну, как-то-то много. Давайте чуть-чуть сбавим. Ну, пускай будет так. Немножечко досочек. Чтобы во время плавания лечиться. С другой стороны, это тоже как бы на этих... Так уж, блажь. С другой стороны, конечно, опять же, пока мы будем куда-то плыть, у нас наш замечательный плотник подлатает, соответственно. Надо, кстати, найти самых дорогих офицеров, уже их нанять. Потому что что я с этим отребьем живу? Где у нас был самый жирный первый помощник? С другой стороны, первый помощник, он нам преимущественно нужен. Где же он был-то, господи? Может он тут где-то был? Подожди. Надо же команду нанять. Точно. Не зря. Так, нет, он не тут был. Где же он был-то? Не поняла? Нейтрами репутация? Почему? А, это потому что я часто патенты эти меняю корсорские. Ха-ха. Ну ладно, ничего страшного. Хотя, конечно, нет. Это не очень хорошо. Так, подожди, а где же он был самый крутой, самый жирный? Может, на Аль-Оранжа он был? Я не помню, к сожалению, где. Я помню, что он, скорее всего, был у французов. Потому что я помню, что он был во французскую одежду одет. Наверное, здесь все-таки. Все-таки мы все равно сюда приплыли. Ну ты подумай, ну. Ой, господи, Мерфи, что ты делаешь? Ты же тут, да? Да, ты тут. Ну-ка, сколько ты там просишь, ты, друг мой? Ой, вот что это у вас тут так много? Милон... Что? Кто ты? Бонжор, месье, капитан. У вас есть ко мне какое-то дело? Здравствуйте. Я смотрю, вы тоже капитаны. Я бы хотела нанять вас. Полторы тысячи золотых достаточно? Вы ошиблись, месье, я и не нанимаюсь на работу. Я и команда отдыхаем здесь перед долгим плаванием в Европу. Извините, но вам придется поискать другого капитана. Ладно, я найду кого-нибудь еще. Хм. Он, наверное, квестовый какой-нибудь, да? Фокер Аарайн. Я в мире правосудия. Запомните это, молодой человек. Будь вовремя, капитан. Я много слышал о вас. Я Фокер Аарайн. Что вам угодно, месье? Это очень деликатный вопрос. Скажите мне, конфиденциально, что вы думаете о месье Бежу? Как вы с ним ладите? Ну что ж, он немного высокомерный, но честно, губернатор, для аристократа он не так уж и плох. Но как он обращается с вами? Для него вы не более чем полезный инструмент в данный момент. Подождите, пока он перестанет нуждаться в вас, или вы станете слишком сильныны. А я, кстати, вспомнила, почему я за французов чаще всего играла. Но это я потом вам расскажу. А вам повезет, если вы не попадете в тюрьму за преступление, которое совершили ради него. Если он так ужасен, то Господь на каждого. Ах, месье, зачем ждать божественного правосудия? Господь помогает тем, кто сам себе помогает. Мы можем наказать его уже сейчас. У старого скряги есть дочь, юная мантмонзель Жаклин. Он дорого заплатит за ее свободу. Вы хотите похитить самую охраняемую женщину на Бельфлоре? Вы с ума сошли? С ума сошел? Да вам не больше здравомыслия, чем в любом другом человеке. Видите ли, я пять лет служил исполнительным секретарем месье Бежу. Два месяца назад я попросила у него крошечную сумму, чтобы оплатить пустяковый карточный долг. Этот скряг не дал мне ни ЭКЮ. Когда мне пришлось позаимствовать золото из сейфа месье... Тогда мне пришлось позаимствовать золото из сейфа месье Бежу. Почему Дэ? Господи, месье Бежу. Я сделал это на время, до тех пор, пока удача не вернется ко мне. Но он, оказывается, не доверяет даже собственному секретарю. Он обнаружил пропажу. И вот что... И теперь я клеветан... Да, клеветан и опозорен. У меня нет ни денег, ни должности. А что вы теперь скажете? Скажу, что вы бы не разгудливали на свободе, если бы украли мои деньги, вор. Что? Вы не хотите помочь мне? Вообразите, сколько золота мы могли бы получить. Зачем рисковать собственной шеей на море, если можно спокойно жить во Франции и тратить свои деньги? Я сказал, нет. Значит, я в вас ошибся. Вас нельзя назвать умным человеком. Что ж, я найду кого-нибудь другого, кто оценит мой прекрасный план. Не желаю вас больше видеть. И мы, кстати, можем доложить, я подозреваю об этом. Так, товарищ, стой. Артуа Дамулефт. Вы поговорили... Да, я поговорил. Так, это... Он не хочет ничего. Предложение. Первым помощником. Та-та-та. Во многих баталиях... Да-да-да, я слышала о вас. Так, что ты там просишь? Меньше, чем за одну тысячу. Да, давай. Настолько опытный первый помощник. С моей стороны просто глупо было бы отказываться. Да, а пора пожаловать на борт. Отлично. И мы смотрим, в общем-то... Навигация 3. Навигация 3. Это очень неплохо. С учетом того, что... Он, конечно, навигация 3, пока он с нами плавает. Блин, что-то я как-то штупанула. Надо было, знаете, как сделать. А хотя нет. Просто, как я уже сказала, можно было бы вот его оставить на своем корабле, а того пиратика посадить на какой-нибудь соседний корабль. Но я думаю, мы как-нибудь так сделаем еще, потому что он здесь, в принципе, если его уволить, он здесь останется. Мы потом этого пирата наймем. Захватим какой-нибудь мега-корабль или еще что-нибудь сделаем такое. И, в общем-то... Можно, кстати, будет схитрить потом. Захватить какой-нибудь маленький кораблик. Ну, просто, чтобы не было такой истории. Когда мы захватываем крупный корабль, нам нужно много людей, чтобы на него пересадить нашего первого помощника. Можно схитрить, поменять корабли. То есть, свой крутой корабль, например, когда мы захватим маленький. Поменять на маленький, а крутой корабль отдать первому помощнику. Вот. А потом свой маленький корабль, в общем-то, продать и купить крупный. Да, это, конечно, будет стоить денег, но зато мы таким вот образом сможем посадить своего первого помощника, который нам, в принципе, не очень нужен, на какой-нибудь мега-крутой корабль, чтобы он нам тупо в бою помогал. По-моему, отличный план. Ну, может быть, у нас, конечно, получится и банально когда-нибудь. Захватить. Можно вот этого, кстати, да, посадить на захваченный корабль, потом нанять того, пересадить его тоже на один захваченный корабль, а потом корабль вот этого продать, чтобы он к нам вернулся в качестве первого помощника. И, в общем, вы поняли. Промочи горло, моряк! Тактика, блин. Так, важных-важных. Ничего нового. Уи, губернатор. Чё-чё-чё-чё-чё? Где-то его писать за... А, понятно. До свидания. Ничего нового. Ладно, чёрт с тобой. Короче, да, я думаю, мы так и сделаем с этими первыми помощниками. Просто, чтобы иметь под боком товарища с очень хорошим Магаретто Шопе. Простите, месье, но я вас не знаю. С хорошим корабельком. Пьер Самуа. А тебе бы лучше сидеть на корабле. Месье, я должен попросить вас покинуть наш город. Здесь пиратам не место. Уходите. Я останусь здесь столько, сколько захочу. Если желаешь попробовать вытарить меня отсюда, то что ты знаешь, где меня найти. Так, а чё это у вас тут много как-то стало? Хиогус Руней. Да-да-да. Кошмар. Раймон Катье. Стой. О, кстати. А, ну это наш товарищ. Может быть, он теперь здесь, кстати, останется? Я вот, к сожалению, не помню, возвращаются они на свою первую локацию или нет? Ну, вроде да. Так, ну-ка, здрись мне. Мне нужно доложить губернатору о том, что его дочь хотят похитить. А, это же не тот... Ну, вы поняли. Потом сделаем последние новости. Вильям Хендер так подделает. Ничего. Ладно. Нет, так нет. Так, я ещё чуть-чуть сюда плыла-то. А, за первым помощником я сюда плыла. Всё нормально. Так, этот магазин, который мы замечательным образом парафоккал с вами. Всё, пошли. Стой. ВВ-помпон. Давайте завести беседу. Нет. Так. Чё я хотела? Я хотела плыть на бельфлор. Сейчас мы расскажем губернатору то, что его дочурку могут обидеть. Он, я думаю, нас за это похвалит. Потому что, ну, какого фига-то мы раскрыли царлы заговор. Почему бы нас не похвалить-то за это на землю? Да. Что-то я задумалась. Берег, берег. Ой, господи, я иду. Уже найти на автопилоте в таверну. А, частичку у меня... А, ничего. Я не могу договорить Да, я не могу с ним поговорить на эту тему. Как так? Почему? Вроде как... А, я вспомнила. Всё, всё нормально. Мы потом этот вопрос затронем. Это будет, но попозже. Вообще, странно, конечно, что мы не можем ему доложить. То есть, как бы хотя бы просто поставить его в известность как того губернатора Тен-Дейлза о том, что как бы людей высадили. Так, подождите. Орду на Китель-Керате Тен-Дейлз. Так, да. Мне нужно вызвать женщинку. Хорошо. Ну, поплыли. Чего, потихоньку? Дельманьки-корабель. Да? Какой? Корабелька. Захватим. Стоять. Да, это было неосторожно. Я знаю, наплевать. Ой, она меня взяла на бардаш, дур какая. Сейчас возьмём и проиграем. Вот смешно будет. Ну, у него народ-то дохрена так-то. На секундочку. Но мы круче. Хотя не, мы наравне, кстати, идём. Надо, кстати, ещё... Ой, 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 не торожила. Надо ещё бот воно где-нибудь надыбать. Эть, эть. Удачненько. Странно, кстати. Вроде как бы мы одинаковы. Ой, что-то я задумалась. У нас и количество людей похоже, и фехтование на троечке и у того и у другого. Но при этом как-то я ему больше как-то урона наношу. Он ещё отдыхает, стоит. Как у того, куренный. Эть. Ну, нам же лучше, господи. Да давай, я устала. Спокойно. Кстати, вот так вот, глядя на спину нашего персонажа, можно представлять, что мы Уилл Тёрнер. Хотя нет. Так, ну, возьмём ром. Чё тут? Чё бы нет. Кстати, помните, я вам рассказывала то, что я не слышу чаек? Забудьте. Они вернулись. Ну, в смысле, чаек в реальной жизни. Да нет, они таки вернулись. А чё-то у него так много ядер-то. Слушай, дайте мне бомбочки. Хотя нет, мы заберём всё. Мы их потом, если чё, всё это продадим, потому что этот корабль, мы его возьмём, но мы его продадим. Здрасте, моя милая крабелька. Так, чё хотела? Я хотела плыть дальше. Вот чё хотела. Чёрт, давайте, кстати, сплаваем тогда назад. потому что неудобно, банально. Подождите-ка. Нифига себе, во дворе кошки орут. Вроде не март. Но, с другой стороны, хорошему коту и в октябре март. Вот он прям таким очень громко, прям даже страшненько. У меня просто первым делом, как только я слышу какие-нибудь вопли кошачьи, я сразу ищу своих кошек. Вдруг они повываливались в окна. Теперь там что-то страшное с ними происходит. У меня вечно паранойя. После того, как особенно моя котейка старшая 1С вывалилась, мне прям нехорошо было. Антилопа. А, ну продаем антилопу. Вообще, как боги. Слушай, как они громко орут. Эй, подожди-ка. Стой. Так, нет, я не могу еще. Какая жаль? Да ладно. Нужно повышение зарабатывать. Тоже корабли топить, блин. Так-то на секундочку. Подожди, я забыла продать ядра. Место освободить. Ну-ка. Могу ли я чем-нибудь под... Да-да-да. Так, ядра. Зачем нам просто столько? Мы столько не тратим даже. Продадим, так, половинку. Можно даже побольше. Бомбы оставим, картечь. продадим. Книппели туда же. Просто нет смысла таскать реально прям много. Редко какие битвы вот сейчас у нас прям требуют, не знаю, двухсотен ядер. Потом, конечно, такие будут. Но это будет потом. Я расстраиваюсь, что на корвете такой маленький трюм. Так, зачем там у меня с людьми 211? Ой, господи, отойди. Давайте доберем, чтобы что-то нормально было. Берись, человек большой и маленький. Все, пойдемте. Надо еще ботспана все-таки найти. Самого жирного я, к сожалению, по-моему, на хайроке помните, с которым мы перетирали такой, он говорил, что возьми меня ботсменом. Вот он, по-моему, самый хороший. Ну, вот шибацкая же. Отнять, паржа! Ничего уже не помню. Так, ладненько, все, поплыли. Жди меня, Белтроп. Хорошо заплатить. Есть, кстати, баг, который позволяет не платить, насколько я знаю, но я не буду вам говорить, что это за баг и не буду им сама пользоваться и вы не пользуйтесь. Французы. Тем более, что, блин, его, как сказать, им не очень удобно пользоваться этим багом, так что нахрен он нужен. чё там, какой маленький, ой, какая, блин, опять нихрена не видно. Мини-карта, вернись ко мне. Ну, и где этот долбанный корабль? делаем вот так. Да, конечно, печально, что отрубается мини-карта, когда плохая погода, этот, ну, старая игра, что с ней взять. Раньше у меня такого не было, конечно. гиди-ты. Лучше понять, ты вообще где. Я даже не вижу разреза волны. Ну, Алло, ну, где ты? Появись в моем поле зрения. Так, это мой. Не, короче, он куда-то сдриснул, я не знаю. Ничего не знаю. Так, чё я хотел? Грайс Сейлз, да? Вообще-то, ну да. Ну, плывём, плывём, давай. Красотища. Ну, эти, знаете, чё, на самом деле, здесь остановимся, в следующей серии пойдём на берег, заберём эту Алисию и, в общем-то, двинем обратно к нашему замечательному Питеру Орду, поможем ему, и он к нам присоединится, когда мы пойдём на Белотропу, и это неплохой подспорь, я думаю, будет вьюет. Надеюсь, что вам эта серия понравилась, несмотря на то, что я больше, по-моему, болтала, чем делала, но тем не менее. А если так, обязательно ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, зовите друзей, и до встречи в следующей серии. Не забывайте заглядывать в нашу группу ВКонтакте. Вот. Всем удачи и пока-пока.